Спасать Эдисея, потом решают такие, все, будем спасать, а он в это время на острове Агегия, нимфа его там соблазняет, соблазняет, короче, нимфа, как ее, Акалипсу, собственно, да, вот, косок красиво сплетеный, она его соблазняет, 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 он не соблазняет, ну и тогда они решают его спасать, и Афина на Олимпе говорит богам, что я, короче, полечу. На его родину, в Итаку, на остров Итаку, вот, и там его сыну внушу, чтобы он там духом не падал, потому что его женихи, мать его, Пенелопа, там их толпа женихов сразу со всех островов набежала, ура, Одисей умер, Пенелопа должна выйти заново замуж, вот, прибежали такая Пенелопа, мы твои женихи, и, короче, несколько лет живут, там, съедают весь скот, там, кучи ходящих коров и рогатых быков, тихохода, вот, и она, Афина, значит, с Олимпа прилетает в Итаку, и обращает, принимает образ властителя недалекого там острова, тоже, об этом она расскажет, принимает образ, приходит, вот, там женихи бухают, короче, все, и потом все заканчивается тем, что Фемии, а, она, значит, с Ямахом там сидит, вот, а женихи бухают и едят, и Фемии Кефару прекрасную, Фемию Вестник Кефару прекрасную передал в руки, пред женихами ему приходилось опеть по неволе, Фемии Кефару взял, поднял и начал прекрасную песню. И обратился тогда Телемах к Соловоку и Афине. Ты не рассердишься, к ней, наполнясь головой, чтоб никто посторонний не слышал, Ты не рассердишься, гость дорогой мой, если скажу я только одно на уме вот у этих, Кефарады песни. Не мудрено, расточают они здесь чужие богатства, Мужичьи, белые кости, изгнившие где-нибудь дождик, мочат на суше и в море свирепые волны качают. Если б увидели, что на итак он снова вернулся, то пожелали бы лучше иметь попроворнее ноги, Чем богатеть и одежду, и золото здесь накопляя. Злой судьбой он, однако, погублен, все слышат, погублен, Но нет никакого нам утешения, хотя кое-кто из людей утверждает, он еще будет, Но нет, уж погиб его день возвращения. Ты же мне теперь расскажи, ничего от меня не скрывая. Кто ты? Родители кто? Из какого ты, Вася, района? Из какого ты полиса родом? И на каком корабле ты приехал? Какой дорогой к нам тебя в гости везли корабельщики? Кто они, ведь, псами? Ведь не пешком же сюда, полагаю я, к нам ты добрался. Так же и это скажи откровенно, чтоб знал хорошо я. В первый ли раз ты сюда приезжаешь, и давним отцовским гостем ты был? Приезжало немало в минувшие годы в дом наших гостей, Ибо много с людьми мой общался родитель. Так отвечала ему самоукая дева Афина. Я на вопросы твои с откровенностью полные отвечу. Имя мне Мент. Так зовут. Мой отец Анхеал многоумный, и этим рад я всегда похвалиться. А сам я владыка Тафосцев веслолюбивых приехал в своем корабле со своими. По винно-черному морю плыву, к чужеземцам за медью, В город далекий Цемесу, а еду с блестящим железом. Свой же корабль я поставил под склоном лесиста Нейона В пристани Ретрия, далеко от города, около поля. С гордостью я заявляю, что мы с Одиссеем друг другу давние гости. Когда посетишь ты героя Лаэрта, это папа Одиссея, он же старенький, Можешь об этом сказать старику, можешь об этом спросить старика. Говорят, уж не ходит больше он в город, но беды терпя обитает далеко в поле со старой служанкой, Которая кормит и поет старца, когда по холмам виноградника день побродивший, Старые члены свои истомив, возвращается в дом. К вам я теперь. Говорили, что он уже дома, отец твой. Видно, однако же, боги ему возвратиться мешают. Но не погиб Одисей на земле Богоравной. Поверь мне, где-нибудь в море широком, на острове волнообъятом, Он задержался живой и томится под властью свирепых, диких людей, И не может уйти, как не рвется душою. Тут Афина брешет, потому что она знает, что он там в объятиях лимфы. Но она сыну говорит, что папа страдает. Не может уйти, как не рвется душою. Но предсказать я берусь, и какое об этом имеют мнения боги, И как, полагаю, я все совершится. Хоть я совсем не пророк, и по птицам гадать не умею. Будет недолго еще он с отчизною милой в разлуке, Если бы даже его хоть в железной цепи держали. В хитростях опыте, но он и придумает, как воротиться. Ты ж мне теперь расскажи, ничего от меня не скрывая. Подлинно львижу в тебе пред собой я, Кудревича сына, Одиссеева сына, страшно ты с ним головой и глазами прекрасными сходин. Часто в минувшее время встречались мы с ним до того, Как вторую походом отправился он, Куда и другие лучшие из Оргивян на судах крутовоких поплыли. С этой поры ни я с Одиссеем, ни он не встречался со мной. Снова тогда телемах рассудительной гостью ответил. Я на вопрос с твоего гостя мой отвечу вполне откровенно. Мать говорит, что я сын Одиссея, но сам я не знаю, Может ли кто-нибудь знать, от какого отца он родился. Счастлив я был бы, когда бы родителям не приходился муж Во владениях своих, до старости долго доживший, Но между всеми людьми земнородными. Самый несчастный он мне отец, Раз уж это узнать от меня пожелал ты. Так отвечала ему совокая дева Афина. Видно угодно бессмертным, Чтоб не был грядущим без славы род твой, Когда вот такого, как ты, родила Пенелопа. Ты же мне теперь расскажи, ничего от меня не скрываешь. Что за обед здесь? Какое собрание? Зачем тебе это? Свадьба ли здесь или пир? Ведь не сладчен уж он, происходят. Видно, однако, что гости твои Неопузданно в доме вашим бесчинствуют. Стыд бы почувствовал всякий разумный муж, Заглянувший сюда, поведение их гнусное видя. Слыша. Сinizi вьет на нём иash Tony. Заглянувший сюда, поведение их гнусное. Так, снова тогда телемах рассудительный гостью ответил Раз такой гость мой спросил и узнать пожелал, так узнаешь Некогда полон богатства был дом этот Был уважаем всеми, когда еще здесь тот муж находился Нынче женое решение враждебные приняли боги Сделав его между всеми мужами невидимым глазу Менее стал бы о нем сокрушаться, если бы он умер Если бы в Троянской земле меж товарищей бранных погиб он Или, окончив войну, на руках у друзей бы скончался Был бы насыпан над ним все ахейцами холм погребальный Сыну великую славу на все времена он оставил Ныне же гарпии взяли бесславно его И ушел он всеми забытый, безвестный И сыну оставил на долю только печаль и рыдание Но я не об нем лишь едином плачу Другое мне боги жестокое горе послали Первые люди по власти, что здесь острова населяют Замы, дулихи, закинг покрыты густыми лесами И каменистую нашу Итаку Стремятся упорно, мать принудить мою браку И грабят имущество наше Мать же и в брак ненависты не хочет вступить И не может их притязанием конец положить А они разоряют думы перами И скоро меня самого уничтожат Субтитры создавал DimaTorzok В негодовании ему отвечала паллада Афина Горе! Я вижу теперь, как тебе, Одиссей, отдаленный нужен Чтоб руки свои наложил на бесстыдных пришельцев И если б теперь, воротившись, он стал перед дверью домовой С парой копий в руке со щитом своим крепким и шлеме Как я впервые увидел героя в то время, когда он в доме у нас на Перу веселился За чашу и сидя к нам из эфира придувший От Ила Мермерова сына Так же и там побывал Одиссей на судне своем быстром Яда смертельного людям искал он, чтоб мог им намазать медные стрелы Однако же Ил отказался дать ему яду, стыдился душою богов бессмертных Мой же отец ему дал, потому что любили его страшно Пред женихами, когда бы в таком появился он в виде, коротко жизненно стали по ним и весьма горькобрачны Это однако же в лоне богов всемогущих сокрыто Он за себя отомстит ли или нет, возвратившись обратно в дом свой родной А теперь я тебе предложил бы подумать, как поступить, чтобы всех женихов в чертогах твоих изничтожить Слушай меня и к тому, что скажу, отнесись со вниманием Завтра, граждан Ахейских, созвав на собрании, открыто все расскажи им и боги тебе пусть свидетели будут После потребую, чтоб все женихи по домам разошлись Мать же твоя, если дух ее снова замужества хочет, пусть возвратится к отцу многосильному в дом свой родимый Пусть наряжает он свадьбу, приданное давше большое, сколько его получить полагается дочери милой Что ж до тебя, мой разумный совет, ты, быть может, исполнишь Лучше корабль с двадцатью снарядившей грибцами отправься и об отце, прозведа исчезнувшем Видно, из смертных кто-либо сможет о нем сообщить или молва тебе скажет Зевсова Больше всего она людям известий приносит В пилосе раньше узнаешь, что скажет большинственный Нестор Крусому после того у меня лаю, отправившись в Спарту Прибыл домой он последним из тех медналатных Ахейцев Если ж услышишь, что жив твой отец, что домой он вернется Год дожидайся его, терпеливо сносятой весны Если ж услышишь, что мертв он, что нет его больше на свете То, возвратившись обратно в отцовскую милую землю В честь него холм ты насыплешь могильный Как следует справишь чин похоронный по нем И в замужество мать свою выдашь После того, как ты все это сделаешь, все это кончишь В сердце своем и уме хорошенько обдумай Как поступить, чтобы всех женихов в чердогах твоих изничтожить Хитростью или открыто Ребячими жить пустяками время прошло для тебя Не таков уже ныне твой возраст Или неизвестно тебе, что случилось, что с божественным было арестом Славу какую он добыл, расправясь с коварным эгистом Отца убийца, отца его славного жизни лишившим Вижу я, друг, дорогой мой, что ты и велик, и прекрасен Ты не слабее его, ты в потомстве прославишься так же Ну, уже давно мне пора возвратиться на быстрый корабль Мои спутники ждут и, наверное, в душе возмущаются мною Ты ж о себе позаботься, и то, что сказал я, обдумай Субтитры создавал DimaTorzok Снова тогда телемах рассудительной гостью ответил Право же, гость мой, со мной говоришь ты с такой любовью, словно отец Никогда я твоих не забуду советов Ну, подожди, хоть и очень я вижу, в дорогу спешишь ты Вымойся лучше у нас, услади себе, милое сердце Выпей чайку, с радостным духом потом унесешь на корабль Ты подарок, ценный, прекрасный, который тебе, поднесу я на память Как меж гостей и хозяев, бывает приятно Так отвечала ему, совокая дева Альфина Нет, не задерживай больше меня, тороплюсь я в дорогу Даже что, милое сердце, тебе побуждает вручить мне Я на обратном пути, возвращаясь обратно, приму и домой с нему еду Дар получив, дорогой, и таким же тебя одаришь Молвила и отошла совокая дева Альфина Как быстро крылая птица порхнула в окно Охватилась силой его и отвага И больше еще, чем прежде, вспомнил отца дорогого И в сердце своем, поразмыслив, втрепет душою пришел Познав, что беседовал-то с Богом Тотчас назад к женихам направился муж Погоравны Пел перед ними певец знаменитый Они же сидели, слушая молча Он пел о возврате печальном истрое ратиохийцев Испосланную им молодой Альфиной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Готово Субтитры создавал DimaTorzok